В синем углу, боец весовой категории 61 килограмм, его рост составляет 177 сантиметров. Основные достижения в боевое самбо и ММА. Уроженец Оржской области Ахчар, тренер Нуранов Нурлан, встречаем Эркебай Улу Аджи-Ки! И его соперник в красном углу, боец весовой категории 61 килограмм, его рост составляет 170 сантиметров. Мастер спорта по поэмбис правил, уроженец Узбекистана, тренер Туги Зваев Мансур, встречаем Каманов Кушнеты! Хайрат Мусаев объявил очередных бойцов сегодня и на сей раз представитель красного поселка Ахжар, Эркебай Улу Аджи-Ки. Он сегодня выступает при родной публике и действительно это должно придать дополнительных сил. Я думаю, болельщики будут неистово поддерживать собственного бойца, тем более, что против него боец очередной представитель республики Узбекистан Камалов Куснетин. Бойцы примерно равны по своим антропометрическим характеристикам. 61 килограмм, 170 сантиметров у узбекского бойца, 177 сантиметров весит Эркебай Улу. Сейчас оказался он под своим оппонентом, но находится в неплохом защитном гарде. Хотя нет, мы видим, что Куснетин все-таки в лучшей позиции. И первые полминуты для бойца из Ахжара не самые лучшие. Пытается вязать он оппонента, хватил за пояс и, конечно, это доставляет неудобства. А вот здесь выкрутился, выкрутился Эркебай Улу. Должен продолжить атаку, сейчас взялся за руку оппонента. Но Куснетин Камалов уже боец не из простых, все-таки мастер спорта по боям бесправил, это вам не шуточки. Ну и видно, что соперники довольно равны. Практически без остановки. Бойцы в легчайшем весе и, конечно, здесь чуть больше активности, ниже, например, в предыдущем бою, где средний вес и довольно-таки тяжелый. После этой пары приготовится Аскарбеку Олу Нурбок, Алиев Бадыр. Ну и вот здесь неплохо, Эркебай Улу все-таки выигрывает для себя позицию и должен продолжить атаку, хотя едва не потерял голову в этом эпизоде. Остался Куснетин Камалов захватить именно за шею оппонента. Ну такая чисто мужская борьба здесь пошла, знаете, кто кого на характере переселит и будем надеяться, что Эркебай Улу этого характера хватит. Тем более за него все население местное, всех поддерживают своего доморощенного бойца и он ни в коем случае не должен подвести в этом бою тех, кто за него болеет. Не сказать, что бой отличается особой зрелищностью, тем не менее, действительно, соперники настырные. И вот, наконец, Эркебай Улу поднимается, ударил перед тем, как встать. Оппонент, ведущий подстегивает публику, она и без того неистово поддерживается его бойца. И, конечно, Камалову приходится очень тяжело. А мы видим, что узбекский спортсмен уже довольно-таки тяжело дышит. И в плане физической подготовки Эркебай Улу видно куда более серьезен. Пошли непосредственно удары. Камалов практически весь раунд лежит на настиле, а здесь неплохая двоечка. Но стоит такой гвалт, что тут, честно говоря, непонятно, слышит ли Эркебай Улу какие-то подсказки от своих секундантов. Ну и здесь, да, Эркебай Улу дает предупреждение, начинает бить головой. Это запрещено. Здесь хорошо встретил. Нужно добивать оппонента. В небольшом нокдауне оказался Хусни Диму. По правилам ММА, как вы знаете, бой не останавливает такой ситуации. Тут только нокауты. И вот он, вот он, хорошая двоечка прошла. Отличный правый боковой. И Эркебай Улу действительно подвосторженные аплодисменты родных трибун. Приносит победу для себя и для всего Кыргызстана. Давайте посмотрим на этом повторе. Вот он, выпад, джеб и хороший, шикарный боковой просто браво. Отлично сыграно. Поздравляем Эркебай Улу с этой победой. Я думаю, неплохой старт карьеры. И будем надеяться, увидим этого бойца на турнирах ВФПрофайт. Еще раз искренне поздравляем Эркебай Улу с победой. При родной публике он обязан.